По традиции поприветствуем наших новичков. Первый наш новичок это Лилия Луцик, она наш первый пиар-менеджер. Долгое время Лилия жила сначала в Китае, потом долгое в Штатах. Лилия любит подкасты, эклеры, рано вставать и обожает пиар. Следующий наш новичок это Степан Гранкин, он новый додейст-разработчик. Степан обожает программирование, но говорит, что в свободное время разрабатывает навыки для голосового помощника Алисы. И особенно ему нравится наиболее популярный его продукт, это занимательная история. Он рекомендует поиграть с Алисой между делом в занимательной истории, просто сказав ей фразу, Алиса, давай сыграем в занимательной истории. Команду юристов усилила Татьяна Орлова, она будет юристом по договорной работе, она окончила Санкт-Петербургский университет МВД России и Российскую правовую академию Министерства юстиции РФ по специальности юриспруденция. Занимается юридической практикой более шести лет, в нерабочее время старается поддерживать себя в форме. Татьяна занимается у нас йогой, бегом, а также увлекается трекинг-турами. Недавно Татьяна приняла участие в массовых забегах и прошла в гонку героев. Также команду корпоративной розничной сети укрепляет Евгений Вознесенский. Евгений более 11 лет проработал в Макдональдсе и в Бургер Кинге, а сейчас присоединяется к нам в качестве регионального управляющего. Всех новичков приветствуем. Ну а я, Татьяна Кошкина, сегодня вам расскажу, как мы выводим наш сервис для наших клиентов на новый уровень через контроль обучения. Для начала хочу вам рассказать о нашей миссии. Наша миссия совместна с HR-пиццерией, потому что мы все про одно, мы все про наших сотрудников кухни. И наша миссия, она очень крутая. Мы развиваем культуру, создаем инструменты для эффективной работы и делаем так, чтобы все сотрудники пиццерии были счастливы. В нашей команде университета есть четыре подкоманды. Это учебный центр управляющей компании, учебный центр корпоративной сети, команда стандартов и команда базы знаний. Сегодня мы остановимся вкратце на стратегии команды учебного центра управляющей компании и углубимся в один из ключевых проектов. Для начала хочу вам рассказать о стратегии, которую мы начали с середины этого года, где мы взяли три направления. Это обучение, коммуникация и клиентоцентричность. Сейчас мы находимся на втором этапе нашей стратегии. Мы делаем очень много крутых проектов. И на прошлой неделе Оля Чабанова рассказывала вам про то, как мы создаем онлайн-курсы. А сегодня я вам расскажу про тот большой проект, который мы запустили еще с начала прошлого квартала. Мы улучшаем систему контроля знаний, и теперь мы запустили переаттестации ежеквартально. Для начала расскажу предысторию вообще, почему мы пришли к этому и почему это нужно делать. Как мы знаем, у нас в команде есть очень много отделов, вот целую работу максимально круто. У нас очень красивые фасады, замечательные пиццерии, у нас очень вкусный продукт, крутое ТВ-меню, у нас постоянные поставки продуктов, у нас крутой интерфейс ДДИС, ДДИС-меню и так далее. И мы все вводим очень много новых стандартов для того, чтобы наши сотрудники понимали, как с этим работать, что нужно делать и вообще, как, наверное, клиенту, нашему основному гостю, донести все наши изменения и предоставить крутой, вкусный продукт в нашей уютной атмосфере. Но мы должны понимать, что на нашего сотрудника сыпется очень много стандартов. И помимо должностного обучения, ему нужно постоянно быть в курсе наших изменений. И без должной переаттестации на каждую должность, к сожалению, мы не сможем обеспечить нашим клиентам все ту, все, не можем дарить нашим клиентам весь этот сервис, который мы хотим ему дарить всей нашей компании. Сейчас расскажу про ту переаттестацию, которая у нас была до начала этого проекта, она существовала. Переаттестация у нас была необязательной и проводилась раз в шесть месяцев вместе с обновлением стандартов того времени. Для примера я вам привожу переаттестацию марта этого года. Здесь мы с вами видим, что только 17% от штата прошло переаттестацию. Переаттестация была необязательной, и мы помогали нашим управляющим проверять знания своих сотрудников, давая им тесты, вопросы и ответы на эти тесты. Но здесь мы с вами можем понять, что при таком прохождении дать лучший сервис нашим клиентам, наверное, невозможно. Мы верим в то, что при должном обучении наши клиенты получают лучший сервис. И вот уже в сентябре мы запустили нашу новую переаттестацию с циклами раз в три месяца. Запустили мы ее 1 сентября, и вот результаты. Лишь за один месяц переаттестация обязательной. Мы увеличили процент прохождения почти в три раза, а это значит, что 41% от штата прошел переаттестацию. Хочу вам сказать сразу, что в этой переаттестации мы не снижали баллы ни в каких рейтингах, мы лишь высылали письма управляющим на почту, но об этом чуть попозже. Что же такое переаттестация? Переаттестация – это контроль знаний, контроль всех обновленных и текущих стандартов, которые у нас есть в пиццерии, на предмет того, что все сотрудники их знают и выполняют хорошо. Для каждой позиции у нас разработана своя переаттестация, но мы не проверяем стажеров и кандидатов, потому что им еще нужно много чего изучить. Теперь переаттестация проходит каждые три месяца. Она включает в себя не только новые, но и текущие стандарты, и каждая переаттестация содержит в себе от 15 до 10-15 вопросов. Наша переаттестация находится в базе знаний. В базе знаний у каждого сотрудника есть свой раздел обучения. В этом разделе обучения у него есть своя зачетка. С этой зачеткой наш сотрудник работает с первого дня работы в нашей пиццерии. Он там проходит все тесты, изучает все стандарты, и наши менеджеры и управляющие могут контролировать прохождение всех стандартов в своем личном кабинете. Вам, наверное, кажется, что переаттестация – это очень сложно, много вопросов, да еще и раз в три месяца. На самом деле это не так. Сейчас мы все с вами станем нашим крутым пиццемейкером и посмотрим, как он видит своими глазами нашу переаттестацию. Для начала мы видим с вами сообщение о том, что стартует новый цикл переаттестации, и мы успокаиваем человека, что переаттестация не страшна, и мы готовы ему помочь. Далее наш сотрудник, далее мы с вами как сотрудник заходим в нашу зачетку и выбираем нужную нам должность. Несмотря на то, что есть очень много должностей, и если мы с вами находимся на позиции менеджера смены, проходить переаттестации всех других должностей нам не нужно. Мы должны выбрать только свою должность. Далее мы начинаем прохождение переаттестации. И в этой переаттестации мы с вами встретим вопросы с выбором одного ответа, с выбором нескольких правильных ответов, с выбором верной картинки, или же с расстановкой приоритетов по тому или иному случаю, например, что делать при пожаре. Далее, если мы с вами не прошли переаттестацию с первого раза, возможно, со второго и с третьего, то нам она не будет зачтена в нашей зачетке, и нам нужно будет пройти обучение еще раз, то есть сдать аттестацию снова. Когда мы снова начнем сдавать аттестацию, то все вопросы и все ответы будут перемешаны. То есть нам придется еще раз подумать, как же правильно ответить. Но в случае, когда мы с вами сдали аттестацию на 100%, это значит, что мы ответили на все вопросы верно, наша зачетка полностью становится зеленой, это значит, что мы полностью прошли переаттестацию, можем дальше дарить лучший сервис для наших клиентов. Теперь вернемся в наши циклы переаттестации. Как же она теперь будет у нас проходить? В рамках проекта «Дудокачество» мы участили переаттестацию на каждые три месяца и сделали ее обязательной. Но, как я уже говорила, в сентябре мы высылали письма на почты нашего управляющего с количеством пройденной переаттестации. Мы брали среднесписочный штат на конец месяца и проверяли прохождение переаттестации каждой должности на 60%. Уже с декабря мы будем проверять переаттестацию, прохождение переаттестации в рейтинге стандартов. То есть сейчас мы также даем целый месяц на прохождение переаттестации по новой переаттестации, и уже в январе мы будем снимать первые баллы в случае, если в пиццерии на определенной должности пройдет меньше 60% от этой должности и нашу переаттестацию. В будущем мы планируем увеличивать этот процент до 70-80%, а может быть и больше, но покажет время. Посмотрим на результаты переаттестации, которая стартанет в декабре. Сразу вам скажу, что мы будем держать руку на пульсе, каждую неделю проверять количество пройденной переаттестации. Мы будем всячески помогать всем нашим сотрудникам о ее пройти, будем выпускать много статей и будем также помогать нашим управляющим для того, чтобы им доказать, что переаттестация не страшна и она действительно важна. Также лучший кейс мы будем описывать в нашей базе знаний. Что же начнется у нас уже завтра? Уже даже сегодня мы загрузили нашу новую переаттестацию, которая стартует с декабря. Уже сегодня наши сотрудники могут начать ее проходить для того, чтобы в январе все пиццерии получили, не получили снижение баллов в рейтинге стандартов, а наши ребята могли быть готовыми к новогодним праздникам. Мы будем держать руку на пульсе. Верим, что наша переаттестация поможет всем нашим сотрудникам дарить лучший сервис и мы в целом поможем компании в рамках проекта «Дуду. Качество». И с результатами этой переаттестации мы вернемся в следующем году. Всем спасибо. Передаю слово Ане Андрющенко. Продолжение следует...